Понедельник, 22 января. В эфире телеканала Белсад. Выпуск новостей вот так кратко. Я Юлия Войнар. Здравствуйте. Накануне, в третью годовщину, со дня ареста оппозиционного российского политика Алексея Навального, жители более ста городов в десятках стран мира вышли на уличные акции в поддержку российских политзаключенных и против войны, которую Владимир Путин развязал против Украины. Как говорят активисты, их цель показать, что у путинского режима нет поддержки большинства россиян. Основные требования людей – сменяемость власти в Кремле, освобождение всех политзаключенных и вывод российских войск из Украины. Сегодня в заключении остаются сотни несогласных с действиями Владимира Путина, напомнили активисты, и репрессии в России продолжают усиливаться. Акции протеста, организованной фондом борьбы с коррупцией, часть большой кампании под лозунгом «Путину нет». Выборы, запланированные на март 2024 года, это фактически референдум по одобрению войны. Протестующие уверены, большинство не желает видеть действующего президента во главе страны. Вчерашняя акция – начало крупной протестной кампании. Антивоенные митинги запланированы на вторую половину февраля. Потом пройдет всемирная акция памяти Бориса Немцова. А завершится марафон, он должен в полдень 17 марта у избирательных участков по всему миру, где голосует за кандидатуру президента России. Обвиненная в убийстве пророссийского блогера Владлена Татарского Дарья Трепова произнесла последнее слово на заседании суда перед оглашением приговора. Она заявила, что не желала смерти так называемому военкору, когда передала ему статуэтку со взрывчаткой. По словам девушки, раньше она ничего не знала о татарском, а когда ему передали статуэтку, думала, что внутри устройство для прослушки, но никак не бомба. Трепова в последнем слове потребовала отправить дело на доследование. Ранее гособвинение потребовало отправить ее в колонию на 28 лет. Приговор будет оглашен 25 января. Военкор татарский погиб в 2023 году во время творческого вечера в одном из кафе Санкт-Петербурга. Дарья Трепова передала ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. Тогда пострадали десятки человек, многие из которых подали на Трепову гражданские иски, общая сумма которых составила 600 тысяч долларов. Российская Госдума сегодня рассмотрит законопроект о конфискации имущества и лишении званий за так называемые фейки об армии. Документ разработан группой депутатов во главе с председателем Нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и одобрен профильным комитетом. Предлагается конфисковывать деньги, ценности или другое имущество, а также лишать почетных званий людей, признанных виновными по статьям Уголовного кодекса о распространении ложной информации об использовании армии и о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Кроме того, под новые репрессии могут попасть россияне, которых сочли виновными в деятельности по нарушению целостности России и те, кто поддерживает введение санкций, что были наложены международным сообществом на Россию после вторжения в Украину. Сегодня утром в Украину приехал премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщила канцелярия премьера в соцсети X. Запланированы встречи с президентом Владимиром Теленским и главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем. В рамках визита планируется обсудить проблему эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции и блокировку у границы польскими перевозчиками. Словакия намерена блокировать вступление Украины в НАТО и отказаться от поставок оружия Киеву. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фитцу накануне намеченной встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. По словам Фитца, Словакия не допустит членства Украины в Североатлантическом альянсе из-за угрозы Третьей мировой войны. Об этом он сообщил в ходе переговоров, которые пройдут в Ужгороде в среду 24 января. Он также отметил, что уважает стремление Украины вступить в Европейский Союз. Но для этого она должна выполнить все условия. Фитца не раз высказывался против помощи Украине со стороны ЕС после того, как стал премьером Словакии в октябре прошлого года. Он также утверждал, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ход боев военным путем. И что она, цитата, не способна ни на какое контрнаступление. Украина отмечает День Соборности. 22 января 1919 года на Софиевской площади состоялось торжественное собрание, во время которого объединилась Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика. С праздником украинцев поздравил президент Владимир Зеленский. В своей речи глава государства заявил, что сегодня для того, чтобы сберечь государственность Украине, необходимо быть объединенной и сплоченной. Зеленский отметил, что 24 февраля 2022 года стал днем, когда украинцы доказали, что независимость и единение являются не декларативными, а настоящими ценностями. Вместе мы обязательно заставим Россию уйти, и слова акта воссоединения об объединении оторванных друг от друга частей Украины снова прозвучат и станут реальностью. Потому что сегодня каждый украинец сражается за каждого украинца, доказывая, что когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться. Сражаемся все. И сегодня это касается не только обеих берегов Днепра. Сегодня собранность Украины охватывает оба полушария земли. Кроме того, сегодня Зеленский внес в парламент проект закона о введении в Украине множественного гражданства. Если депутаты за него проголосуют, это позволит получить украинский паспорт всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Документ исключает такую возможность для граждан России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Совета безопасности ООН. По данным российских СМИ, борт Лаврова летел по северному пути в обход так называемых недружественных стран. Дебаты о совбезе ООН по Ближнему Востоку и Украине инициировала Россия. По информации СМИ, представители России намерены вновь осудить военную помощь, которую получает Украина от западных партнеров. Губернатор штата Флорида Рон де Сантис, которого Трамп назвал своим главным конкурентом на выдвижение от республиканцев, снял свою кандидатуру с президентских выборов США. Он решил поддержать Трампа как кандидата от республиканцев, поскольку тот, по его мнению, превосходит Байдена. В первых праймерис в штате Айова де Сантис набрал 21,2% голосов, занял второе место. Лидер бункер Трамп получил почти вдвое больше голосов – 51%. Эстония строит сотни бункеров на границе с Россией. Инициатива будет реализована в рамках новых планов по созданию Балтийской линии обороны для укрепления региональной безопасности. Бункеры будут использоваться для сдерживания и при необходимости защиты от военных угроз. Об этом сообщил начальник местного оперативного управления Генштаба. Строительство первого бункера завершат в первой половине этого года, а публика увидит его во второй половине 2024-го. Как правило, объекты, которые охраняются, возле них мы и строим эти защитные сооружения, расположенные близко к инфраструктуре. Где-то рядом есть дорога, которую можно использовать как для поставки материалов, так и в дальнейшем во время учений. В столице самопровозглашенной республики Абхазия Сухуми при пожаре в Национальной картинной галерее сгорело около 4000 работ абхазских художников. Эту коллекцию называли «золотым фондом национальной культуры». Пожар начался ночью на крыше здания. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание ветхой электропроводки. В то же время МВД Абхазии сообщило, что среди возможных причин возникновения пожара рассматривает поджог. После того, как в начале 90-х годов власть в республике захватили пророссийские сепаратисты и объявили об отделении от Грузии, здание картинной галереи ветшало и давно требовало ремонта. Однако, просьбы руководства художественного музея так и остались без внимания. Это были все новости к этому часу. Итоги дня смотрите в вечернем выпуске «Вот так». Увидимся завтра в то же время. Берегите себя.